За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 121 происшествие. Из них 10 преступлений, 9 из которых раскрыто. По одному проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Прилечено к ответственности 22 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В целях профилактики правонарушений на зимних автодорогах с 15 по 25 января 2017 года на территории вахтового поселка Хорягинский Ненецкого автономного округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Вахта». Проверено 45 лиц, находившихся в поселке Хорягинском и убывших с вахты, а также один гражданин Украины. Нарушений не выявлено. Минувшую пятницу на территории города Наринмара и поселка Искателей сотрудники отдела ГИБДД совместно с представителями общественного совета при управлении Министерством внутренних дел России по Ненецкому автономному округу провели массовую проверку транспорта в цели выявления водителей в состоянии опьянения, а также пресечения грубых нарушений правил дорожного движения. В рамках мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудниками ГИБДД проверено 320 единиц транспорта, выявлено и пресечено три административных правонарушения. Уважаемые граждане, если вам известны сведения о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, просьба сообщить дежурную часть УМВД по телефону 02-421-26 или по телефону доверия 421-52. Анонимность гарантирована. 26 декабря 2016 года в городе Наринмаре была совершена кража вещей из магазина по улице Сопрыгина. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что хищение предметов одежды из магазина по улице Сопрыгина города Наринмара совершило ранее судимый за кражу житель Наринмара 1998 года рождения, который путем взлома входной двери, незаконно проник в помещение магазина и совершил хищение имущества. Сумма причиненного ущерба составила около 3,5 тысяч рублей. По факту совершения кражи сотрудниками следственного отдела УМВД России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2, кстати 158 УК РФ, кража, совершенной с незаконным проникновением в помещение. 12 января 2017 года дежурную часть полиции с заявлением о краже автомагнитола и флешкарты из салона автомобиля обратился житель города Наринмара. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что кражу имущества из автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома по улице Чернова, совершили двое жителей города Наринмара. Транспортные средства на момент совершения кражи не было закрыто и поставлено на сигнализацию. По факту совершения кражи полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В минувшую субботу в дежурную часть полиции обратился житель Наринмара с заявлением о краже мобильного телефона и снятии с его банковской карты денежных средств. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что в ночь 13 на 14 января 2017 года жительница Наринмара 1973 года рождения, во время совместного распития алкоголя на квартире потерпевшего, совершила хищение его мобильного телефона и банковской карты, позже сняв с нее денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению. Также полицейские выяснили, что женщина знала пин-код банковской карты заявителя, так как уже снимала с нее деньги для покупки алкоголя. По данному факту сотрудники полиции проводится предварительная проверка. 10 января 2017 года в дежурную часть управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому автономному округу обратилась жительница города Наринмара, 1980 года рождения, с заявлением о краже детских санок. Сумма, причиненная материального ущерба, составила 5900 рублей. Обнаружив пропажу, женщина незамедлительно вызвала сотрудников полиции. Со слов потерпевшей, полицейским установлено, что детские санки находились в подъезде на лестничной площадке, без противоугонного устройства. Стражи порядка призывают жителей принимать меры по охране своего имущества от преступных высягательств. Не оставлять в подъездах, под лестничными маршами, на лестничных площадках, в коридорах, в полах, детские санки, снегокады и другое имущество, без присмотра. Проводить с детьми профилактические беседы, направленные на разъяснение правил сохранности имущества, меры безопасности и об ответственности за взятие чужих вещей без разрешения владельца. В основном кражи двухколесного транспорта происходят из-за халатности владельцев, которые оставляют свое личное имущество без присмотра. 11 января 2017 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу получили информацию о том, что в подвальном помещении, расположенном по улице Ленина, проводятся азартные игры. По данному адресу сотрудники полиции уже неоднократно пресекали организацию незаконной игорной деятельности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий факт незаконного проведения азартных игр подтвердился. Оперативники изъяли денежные средства в сумме 14 900 рублей, 7 мониторов, ноутбук, 2 модема, 7 системных блоков и 2 мобильных телефона. В настоящее время по данному факту органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Уважаемые граждане, обо всех фактах организации и проведения азартных игр на территории Ненинского автономного округа вы можете сообщить по телефону доверия у МВД России по Ненинскому автономному округу. 8 818 53 4 21 52. Анонимность гарантируется. Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ненинскому автономному округу устанавливают местонахождение гражданки Корзовой Эльзы Николаевны 25 октября 1981 года рождения уроженки поселка Красное Ненинского автономного округа, которая в период с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы. Рост около 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, лицо круглое, глаза большие, на вид около 35 лет. Была одета, пальто балонево-серого цвета с капюшоном, на котором расположен мех, свитер, на вороте которого имелась новогодняя мишура, джинсы синего цвета, сапоги черные по щиколотку. При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить по телефону 02 421 26 8 999 090 39 91. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть у МВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 421 26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.